Под звуки военного оркестра в Южную бухту заходит новейшая дизельная подводная лодка «Краснодар». На борту экипаж из более чем 50 человек. Свой межфлотский переход подводная лодка «Краснодар» начала в мае этого года из Балтийского флота в Севастополь на главную базу Черноморского флота. Она прибыла спустя три месяца. За это время успела выполнить миссию у берегов Сирии в Средиземном море. С борта Краснодара в конце мая был нанесен удар крылатыми ракетами «Калибр» по позициям террористов восточнее сирийской Пальмиры. Затем подводная лодка, оснащенная новейшими комплексами ракетно-торпедного вооружения, нанесла еще один успешный удар по объектам, запрещенной в России организации ИГИЛ. Кроме того, мы в этот период отработали управление подводной лодки в составе разнородной тактической группы с двумя фрегатами. Мы полностью отработали цикл управления, и данная группа у нас существует и будет работать дальше. Я думаю, это будет не первое, не последнее прибытие и швартовка в городе. Мы всегда будем надежным домом, тылом, рады видеть и делаем все необходимое, чтобы моряки за четыре месяца длились поход и выполнение задач, увидели то, что происходит в городе. Больше всего прибытия подводной лодки в Севастополь ждали родные и близкие членов экипажа. Чувство волнения. Внутри идет волнение, а так чувство любви, гордости за мужа, что его так долго не было. Ребенок очень ждет его. А так мы очень скучаем по нему, очень любим его. Наталья не видела мужа больше года. Признается, такую долгую разлуку помог перенести сын Никита. Он на папу у нас очень похож. Это такая вот у меня поддержка была. Он говорил, мамочка, не переживай, папа скоро придет. Поэтому просто нервничаю, эмоции, просто жду, 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 не дождусь. До долгожданной встречи несколько минут члены экипажа по очереди выходят на сушу. Родные не могут сдержать эмоций. Кусечка! Он видел дочь в последний раз, когда она еще только ползала. Сейчас она уже ходит и говорит первые слова. Экипаж выходит на построение. По флотскому обычаю командиру подводной лодки вручают жареного молочного поросенка. Когда все формальности позади, можно наконец обнять родных. Не узнает меня он. Два месяца ведет. Нет, уже узнал, уже улыбается. Все, папа признала. Папа, папа. Потом опять море. А как родные к такому режиму относятся? У меня жена. Уже 17 лет мужа ждет домой. Ну, скоро дождется. Уже привыкла. У меня жена настоящая, жена военного. Почти за 4 месяца службы экипаж приобрел огромный опыт в выполнении боевых задач, отметил командир подводной лодки. За время нахождения в Средиземном море команда убедилась, это одна из самых малошумных подлодок в мире. Обнаружить Краснодар в подводном положении практически невозможно. Всего на Черноморском флоте 6 таких подводных лодок. 4 из них уже находятся дома. 2 на Балтийском флоте. Вскоре и они совершат межфлотский переход. Анна Леготина, Сергей Котлеренко, информационный канал Севастополя.